В течение этих трех месяцев появилось много желающих представителей партии, которые предлагают свою помощь в решении наших вопросов. Но нам не нужна политическая окраска в решении наших требований. А требования наши, законы, выдвинуть эти требования нам дает Конституция Российской Федерации. Это право на труд и право на достойную заработную плату. На данный момент мы сидим все, ну все абсолютно, идут отгрузки от цеха эмаль-посуды, посуда едет, но зарплаты почему-то от цеха эмаль-посуды не платятся. Вопрос, куда одеваются деньги, которые люди работали в марте, даже как бы обещали, что премии у нас будут сохранены, премия не выплачена. Урезано все, что можно было, и этих копеек мы тоже не видим. В суде уже поданы заявления исковые, сколько мы можем ждать. Заработная оплата, мы ее, наверное, вообще никогда не увидим. Отгружается продукция, ее делали люди в марте месяце, срывали руки. На АКМК, в цехе эмаль-посуды по 12 часов люди оставались. По 12 часов, чтобы заработать себе деньги. Было очень много обещаний. Но ничего на данный момент вообще не выполнено. Мы всегда входили вообще во все, во все положения руководства. Чтобы нас не просили. Нас просили выходить по 12 часов, мы выходили, мы работали. И тут адский, у нас люди приходят новенькие, они бежали от нас. Они бежали, потому что они не хотели работать, они не выносили. Ни летом, ни зимой. А теперь что? За то, что мы отработали в холоде, мы должны что еще? Страдать сейчас? Мы хотим работу, мы хотим зарплату. Мы хотим, чтобы семейно зарплатили на зарплату. Работу! 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 В течение 15 минут мне пообещали, что сюда подъедет Васюта, вы уже знаете эту фамилию, это министр, да? И народный депутат Бахарев. Я сейчас сюда появился с территории цеха «Эмаль-посуды», где работают судебные приставы. И они с собой привезли двух молодых людей, они являются представителями собственника, то есть директора, грубо говоря, Сиюка, который подал в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела по, как они считают, факту превышения полномочий на этом предприятии. Вот сейчас идет, там, значит, они описать имущество не могут по одной простой причине, они затребовали документы на готовую продукцию. Я, как директор ГУПа, чтобы вы понимали, не полномочен выдавать никаких документов от лица двух предприятий, да? У меня нет на это никаких прав. Сначала их решение было следующее. Они хотели, они хотели опечатать всю коробку «Эмаль-посуды», после этого опечатать всю коробку цеха стрелочных переводов. Значит, это делать они не будут, потому что, ну, я не могу позволить оставить безнадзорным те напорные трубопроводы с соляной кислотой, да, которые находятся в цехе «Эмаль-посуды». Поэтому будет опечатываться только отделение, назовем это так, ну, готовой продукции. Значит, когда мы с вами рассчитывались еще за апрель месяц, это были деньги, которые мы получили в счет выполнения по предоплате заказа по стрелочной продукции, которая будет делаться для кому-то русского порта. Ну, это правда, можно сейчас же это, да, теперь дальше. Куда деваются денег за те четыре машины, которые ушли на прошлой неделе? А до этого? А? А до этого уходили куда? А до этого? Значит, я директором ГУПа являюсь, так сказать, и вы, с 19 апреля. Скажите, с 19 апреля хоть один документ я подписал на реализацию? А кто его знает? Теперь еще, я понимаю. Теперь дальше. Значит, деньги, которые поступили на счет завода за проданную продукцию, должны были, согласно всех нормативных и законных требований, тут же перечислены на счет банка ЛНКБ. Ну, знаете вы или не знаете, но бывшие директора кредиты набрали, и за них они не рассчитались. А вообще надо за эти кредиты? Дайте я договорю. Значит, процедура абсолютно законная. Банк арестовал эту продукцию. Мы, мы являемся, они поручили нам эту продукцию реализовывать. Но эти деньги, которые заходят на счета завода, мы должны тут же перечислять в банк. Я этого не сделал. То есть мы выплатили сейчас в виде аванса деньги, которые нам не принадлежат. Значит, мы должны кредиты пожаловать. Время украли, украли. Которые выделили, надо stesso обращать, чтобы они подпекотили. Которые в течение недели должны присчитать в 12 и плод. Заработу! 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 Мы на вас не перекричали. Друзья, значит, мы с июня месяца, с 1 июня мы запускаем цех эмалированной посуды. С 1 июня мы запускаем цех эмалированной посуды. Со стрелками немножко сложнее. Нам требуется сертификация, вы знаете, лучше меня. Мы за июнь месяц эту сертификацию пройдем. Федеральные власти нам в этом вопросе помогают. Мы по ускоренной процедуре проходим всю эту сертификацию. Значит, очень рассчитывая, что в течение июня мы пройдем сертификацию. У нас есть подтверждение заказа российских железных дорог на примерно 350 миллионов рублей. У нас есть некоторые другие заказы. Нам сейчас мешает начать работу по стрелкам. Это отсутствие наших сертификатов. Сейчас у вас печи разобраны. Значит, начнете собирать печи, вам зарплата же важна. Друзья, давайте так. Мы готовы ждать. Скажите нам конкретное время, сроки. Через два месяца. Лучше не врите, не обманывайте в первом июне. Скажите, в сентябре. Запустимся просто. Народ будет ждать. Но если вы в очередной раз сейчас скажете эту дату, называете, а фактически не получится, но это еще больше будет с ней людей. Специалисты начинают увольнять. Мы с первого июня начинаем запускать работу на цехе эмалированной посуды. А что мы будем делать? Подметаем. У меня голос хороший слышат все. И мэр нам сказал, значит, кто ему пообещал так, что в течение недели все долги будут заплачены. Мэр нам сказал это в пятницу. В течение недели. Значит, кто ему это сказал? Мы ему это сказали, я понимаю так? Вы ему пообещали это. Он перед нами теперь будет выглядеть. Мы с вами разговаривали лично. Я с вами разговариваю. Почему вы все кормите нас сзади? Мы с вами с вами разговаривали лично. Я с вами разговаривала. Вы нам пообещали кучу всего. Вы ничего не выполнили. Ни одного обещания вы не выполнили. Я хочу вот от имени коллектива цеха эмаль по кругу 1-го числа прихватить всех и в торжественной обстановке на новом предприятии ГУК «Кенчинский медзавод» снять с конвейера первый изготовленный чайник. Андрей Геннадьевич, когда озвучил 1-го июня, он имел в виду то, что все вы согласно моего приказа для того, чтобы получать полный оклад, будете находиться на рабочих местах. Извините. Тому, кто не нравится, не будут тащить на завод, будете сидеть на простое. А кто захочет этих условий, будет быть окна, подметать и все остальное. Пока до задушка производства другого решения нет. Мы здесь для того, чтобы помочь вам решить проблемы. Это проблема не только ваша, это проблема наша, потому что сегодня ваше предприятие это государственное унитарное предприятие Республики Крым. И это значит, что после завершения всех процедур Республика берет на себя ответственность за стабильную работу вашего предприятия. Что сегодня, по моему пониманию, потому что я пообщался с коллегами, вник в ситуацию, что на мой взгляд сегодня является главным препятствием для стабильной работы вашего предприятия. В первую очередь то, что ваше предприятие отчаянно нуждается в модернизации производственных мощностей. Наш министр Андрей Геннадьевич попросил меня обеспечить диалог с Министерством промышленной политики России. И на прошлой неделе у меня состоялась встреча с министром промышленности и торговли РФ Мантуровым Денисом Валентиновичем. Я ему передал свое прощение. Я ему рассказал ситуацию на вашем предприятии. Я ему объяснил, что она достаточно сложная. И она нуждается в том, чтобы принимались оперативные решения. Какие будут эти решения, я сегодня сказать не готов. Я абсолютно поддерживаю то, о чем вы сказали. Говорите только то, что можете обещать твердо. Иначе не обещайте. Я не привык разбрасываться словами. Тем более, что вы в прошлом году оказали мне поддержку, проголосовали за меня. Я с моей стороны буду сейчас безответственно давать те обещания, которые мы потом по той или иной причине не сможем выбрать. Поэтому, коллеги, я вас очень прошу. Заберите терпение и помогите нам реализовать ту программу, над которой мы сегодня все вместе работаем. Мы требуем, первое, незамедлительного покажения задолженности по заработной плате и расчету при увольнении по состоянию на 18 апреля 2017 года. Второе, возобновить в ближайшее время деятельности государства унитарного предприятия Республики Крым, Керченский металлургический завод с полной производственной загрузкой. И третье, принять резолюцию о проведении митинга. О проведении митинга в городе? Да! Да! Голосуем все! В городе договорятся! Да, в городе. Да, в городе. И не в парке, и в директах и не в силий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова